Поехали все. Значит, вот смотри, здесь два вот этих вот колеса. Каждый колес, вот закоротка, которая закорачивает две противоположно стоящие ламели. Причем закоротка стоит вот с этой закороткой, крест-накрест. Да. Под прим практически углом. То есть фактически эта штука обнуляет потенциал, который тут вдруг образовывается. Вот здесь вот стоят две. Это съемка. Да. Вот эти вот стоят два вот этих вот этих самых иглы. Они с помощью электрической индукции снимают потенциал бесконтактно. Вот в эти вот банки лейденские. Вроде как это есть конденсаторы. И вот они стоят вот под 45 градусов к вот этим двум закороткам. Конденсаторы эти два, ну вот они соединены последовательно. Последовательно. И вот здесь вот есть разъемная какая-то колодочка, которая, так сказать, служит ко всяким всем. Как я себе... Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Нет. Как она? Мы посмотрим в подвале, а здесь все открыто. Потому что вот этот вот экземпляр я сделал под левое движение. Значит, он работает... У меня вот эта вот гайка, она штатно находится с этой стороны. Ну да, потому что только можно. Да. Это самое. А для того, чтобы организовать левое движение, вот я ее, вот эту вот, вот эту вот конструкцию я просто с той стороны переставил сюда. Тут она абсолютно симметричная. В смысле? А там если в другую сторону крутить? Если там ты вот этот же, этот же движок бы крутил, бы тебе в ту сторону. Ну. А здесь он в обратную сторону. Это всю конструкцию крутит. Понятно, нет? Вот сюда бы он крутил. Вот. Так а если вы ручку в другую сторону будете крутить? А если лезешь и ручку в другую сторону будешь крутить, то он отворачивается из этого самого. Ну так надо контргайкой законтрить. Контргайкой. Это все геморрой, да. А ты вот увидишь потом, там внизу, почему это все геморройное. Контргайка, ну можно, да. А вот это вот налепленные эти исходники, по-моему? Это здесь, да, намедленные, вот налепленные вот такие вот ламельки. А это отвалилось уже одна или что? Нет, она там была в комплекте как-то лежала. Лишняя? А? Лишняя? Ну, я не знаю, она оказалась вот поцарапанная. Потому что у меня, вот видите, я вам писал, казус какой, я покупал похожую очень. Только там вот эти вот все вещи, они сделаны какой-то краской, типа серебрянки, непроводящей. То есть, ну, китайский каргакуйт такой. То есть сделано оно вроде похожее, только не работает. Потому что если ламель непроводящая, и вот эти вот штуки непроводящие, то она, соответственно, работать-то и не будет. Ну, в общем, это, для этого надо, это самое, ну, во всем, во всем этом разбираться. Я не знаю. В принципе, она, этот самый... Ну, вот это работает? Нет. Вот сейчас она не работает, потому что она работает только вот в ту сторону. А там надо наоборот вам сделать щетки, если вы налево. Там же, как это, вам вот эта щетка должна быть вот так, а вот это вот так. Там зависит от того, в какой момент. Вот у нас человек достаточно глубоко разобрался с этим, вот, который я видео присылал, Алексей. Там зависит от вот положения как раз вот этих вот щеток распределяющих заряд. Да. То есть нужно в нужные моменты снимать. Вот один заряд вы снимаете вот так, этот так. То есть если вам, чтобы левое было вращение, нужно щетки вот эти вот сделать, ну, как бы, противоположным. Дело в том, что тут очень много всякой чертовщины, которые вообще понять очень сложно. Потому что, ну, например, вот это вот чистый, что называется, шум. Вот, да, вот я сюда ставлю осциллограф и вижу сигнал. Сигнал у меня здесь положительный. Теперь я осциллограф меняю местами. И он все равно положительный. Вот это вот объяснить вот просто так невозможно. То есть падение напряжения у меня здесь в одну сторону. При вот таком вот, там самом, переносе осциллографа этих концов, это все это самое. Если ты берешь катушку и смотришь все здесь вокруг, то эта катушка тебе показывает положительный сигнал. Вроде бы, если накачиваешь и поменяешь катушку в другую сторону, чтобы она другой щекой была повернута, то она меняет знак на катушке. А здесь ничего, знак не меняется. Катушка-то поворачивается, а знак не меняет. Это уже чертовщина. Нет, это электростатика. Как? Электростатика. Это электростатика, в которой отсутствует... Значит, вот в нашем, вкачанном случае, тебе токовый интервал, он дает один знак. А тот, который электрическое поле, он тебе дает другой знак. И они находятся в разных фазах временных. А здесь фаза между этими самыми определяется вот этим вот промежутком, между этими самыми ламелями. То есть, у тебя чисто электрическое поле. Но это электрическое поле имеет игла в разную форму. Что вообще говоря, как-то вот кажется мне странным, потому что, ну, все-таки должна быть какая-то полочка. И тогда, этот самый, ну, по крайней мере, так вот в черне, получается, что вот с этой вот, вот на этой вот, то, как бы, электросъемнике, да, Получается, здесь возникает электрический диполь, который вот сюда вот наводит электрическое поле. А здесь в этом самом, в изоляционном материале вот этого конденсатора нарастает столб вот этих вот доменов электрических, которые удерживаются на своем уровне. И вот от каждой ламели это дело нарастает и собирается в достаточно высокий потенциал. А здесь возникает электрическое поле отрицательного, так сказать, знака. И то же самое происходит на этом самом столбе. Когда происходит искра здесь, то тут этот самый, этот столб, что называется, как костяшки домино. Ну, сначала они как бы встают, и тут они во время искры, они все опускаются, так сказать, в изначально свое положение. Как-то вот так вот не представляется эта вся система. Не, ну, здесь же, смотрите, банки заряжаются, можно банки ведь и отключить. И что? Будет постоянная искра, но более слабая. То есть здесь смысл в том, что заряжаются лейдинские банки вот эти, и потом уже идет разряд через разрядник, он мощный идет. Можно отключить их. И будет тогда, ну, пока крутишь, идет разряд. Ладно, выключай. Значит, вот смотри. Электрофорная машина с электрическим приводом. Вот, значит. Автоматизация. Да. Очень полезная эта самая штука. Вот сейчас. Когда заряд идет уже? Да, да, да. А, это самый. Так. Значит, вот смотри. Значит. Так. Перерывчик. Значит, вот смотри. У меня здесь. А, этот самый. Стоит резистор. На месте вот этой вот штуки. Да, да, я понял. И я с резистора снимаю вот эти вот сигналы. Так? Угу. Резистор 160... 160 ум. Ну, где-то так. Вот. Значит. Вот. Так. Значит, у меня с одной этой... С одного... Вот. С самого луча я получаю... С вот этой вот катушки сигнал. Угу. А с другого луча я получаю с резистора сигнал. Понятно? Вот верхний луч у меня. А это у меня штука неисправная. Я поэтому и пользую. У меня есть вон второй такой же осциллограф. И поскольку он неисправный, я пользуюсь им. Все-таки тут высоковольтное все. Если он гавкнет, то не жалко. Так, все. Поехали. Значит, вот смотрим. Так. Вот это вот мы не увидим. Надо еще схему будет нарисовать потом. Так. Чтобы было. Вот и все это станет. Так. Хорошо, подождите. А остановите сейчас вращение. Да. Да. То есть, когда вращения нету ничего. А может у нас шуруповерта ловит, если вручную крутить? Нет? Может наводки он... Ну, здесь же тоже у вас... Не-не-не-не. Ну, вы что-то хочешь сказать, что это... Не, ну... Откуда я знаю? Ну, это же научный эксперимент. Надо попробовать без этого. Вручную покрутить. Потому что он отсюда может тут тоже... Это же у вас... Смотрите, это дрель. По-моему, да? С регулятором. Не, ну, это не дрель. Это шуруповерт. Но он 220. Правильно? 220. Он 220. Там коллекторный двигатель. В коллекторном двигателе что у нас происходит? Искрение. Все так. Все так. Так, вот. Поговорим. Продолжаем. Сигналы у меня. Вот на нижнем у меня сигнал из катушки. На нижнем сигналы с катушки. Вот они. А на верхнем у меня сигналы с шунта вот этого. Они почти все, что называется, синхронизированы. Ну, в общем, объяснений у меня пока никаких нет. И я их не собираюсь пока делать. Все. На этом я сейчас вот эту часть заканчиваю. Теперь я вместо резистора сюда поставлю индуктивность. Вот видишь, он что-то не зарядился. Так. В чем дело? В чем он не зарядился? Как-то странно. Ладно. Ну, сейчас я в этом деле разбираться не стану. Да. Ставлю я сейчас сюда индуктивность вот эту вот. И посмотрим, какие сигналы будут у меня после этого. Ай. Угу. Так. 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 Я так не имею. Индуктивность. то есть у меня вот здесь вот на печке на этом появляется звон колебаний видно да там ну что то есть колебания видно колебательный процесс на записи плохо видно то есть вот у меня от индуктивности появляется колебательный процесс разница между тем и теперь и теперь я ставлю за коротку вот это что я снимаю здесь и ставлю за коротку и уже смотрим с этой за коротки сигналы но тоже сигнал вот этот вот верхний будет у меня с верхний сигнал это будет с закоротки а этот будет с этого понятно то есть у меня какие-то положительные сигналы так положительные сигналы но они кстати идут и вниз туда но и да она так прыгает что честно говоря не особо понятно нельзя синхронизацию сделать или как-то развертку чтобы не остановились вот они у меня вот они у меня сейчас останавливаются вот в левом этом самом в левой части ну вот они остановлены но их не видно не видно их так сказать задней части понятно то есть сигнал положительный так останавливаем теперь я беру это у меня земля это у меня разведить надо как разведить да значит и я их меняю местами и все мы смотрим это дело на 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 закоротке и опять включаем и они у меня опять положительные вот это мне кажется несколько удивительным вот потому что выходит что как-то вот так вот выходит что этот самый закорхи гофа тут ни при чем так ну вот все чудеса которые я вам это самое но пока я расшифровать что почем еще не могу но я буду это расшифровывать все на этом кино закончится хорошо оставайтесь с нами не переключайтесь с вами был владимир ильич бровин из своей подпольной лаборатории так этот мы пока оставляем такead